Саммит лидеров Республики Кореи США и Японии, состоявшийся 18 августа в Кэмп-Дэвиде, резиденции главы Белого дома в штате Мэриленд, открыл новую эру сотрудничества трех стран. Об этом заявил президент Республики Корея Юнсо Гёль, выступая 21 августа на заседании Кабинета министров. Чем серьезнее будут угрозы и провокации со стороны Северной Кореи, тем прочнее будет трехстороннее сотрудничество в области безопасности, отметил южнокорейский лидер. Сотрудничество между Республикой Кореи США и Японией превратится в мощный механизм, способствующий миру и процветанию в регионе и за его пределами. Он будет расширяться и развиваться, добавил Юнсо Гёль. В ходе саммита достигнута договоренность немедленно консультироваться друг с другом в случае угроз, возникающих в Индочко-Океанском регионе, включая ядерную угрозу и сбои в цепочках поставок. Кроме того, участники саммита объявили о проведении ежегодных совместных оборонительных учений и создании системы обмена данными ракетной активности Северной Кореи в режиме реального времени. Как только Республика Кореи США и Япония соединят системы раннего предупреждения о сбоях в цепочках поставок, которые до сих пор функционировали по отдельности, уровень устойчивости экономик трех стран резко повысится, добавил Юнсо Гёль. На заседании обсуждалось также проведение учений по гражданской обороне Ильчи-2023, которые стартовали 21 августа и продолжатся четыре дня. В них участвуют около 580 тысяч должностных лиц. Продолжение следует...